В прошлом несколько раз мы рассматривали низкоэнергетические вещи, физику, киральную теорию возмущений, нарушение киральной симметрии и так далее. Сегодня мы начнем перенормировки, ну вернее сказать продолжим, потому что перенормировки мы уже обсуждали, когда делали эффективные действия. Собственно там мы получили эффективный заряд, эффективную массу, эффективное поле, кварка. Это собственно перенормированный заряд массы и поле. Вот, но можно делать так, как мы делали с помощью эффективного действия, можно делать слегка по-другому. Вот есть несколько разных аспектов этих самых перенормировок, вот мы сейчас другие обсудим. Вот, поэтому перенормировки. Вот, и первый пункт здесь будет Вильсиновский подход к перенормировке. Я его продемонстрирую на примере, опять-таки, скалярного поля, но все то же самое работает и для всех остальных полей. Вот, значит идея в следующем, вот давайте напишем наш производящий функционал. Это Вильсиновский подход Вильсиновский подход Да Вильсиновский подход Вот такой у нас производящий функционал для скалярного поля с взаимодействием Мы с вами уже обсуждали, что его можно сделать в Виковский поворот И перейти к действительному времени И тогда у нас не будет различных проблем с исходимостью То есть я могу переписать это как после поворота ДФИ ДДХЕ Значит 1Ф Вот 0Ф Это В квадрате Вот и здесь Значит Мы сделали замену Перешли к действительному времени Я в дальнейшем Е вот это писать не буду Вот Я буду везде подразумевать, что вот у нас Время Евклидова тут стоит минус Вот А вот тут вот я напишу лямб Тут я напишу лямб Соответственно Что такое ДФИ лямб Вот здесь Это мы в каждой точке пространства вводили в фолье ФИ от Икс И по нему собственно интегрировали Вот После того, как мы сделали Виковский поворот Ну у нас просто точки, которые были по времени Они стали по мнимому времени Ну и ладно Вот Но Мы будем считать, что Существует некий масштаб Обрезания полей Что я имею ввиду? Что, например, частот больше какой-то не существует Ну то есть у нас в крайнем случае есть планковская частота И понятно, что за нее мы дальше не пойдем Потому что это наш некий масштаб, который определяет, например, гравитация То есть Что такое перенормировки? Когда мы вычисляем какой-нибудь интеграл по большим импульсам И у нас он расходится при больших импульсах Вот такого типа расходимости мы утапливаем в контрчлены В голые заряды и массы и так далее То есть мы получаем некую расходимость Но физически мы понимаем, что на самом деле бесконечно больших масштабов не существует И существует всегда некий порог, до которого мы должны интегрировать Определяемый физически Поэтому вот лямбда, пусть это будет вот этот порог лямбда Вот И я могу так же, как у меня вот тут стояли dφx То есть это интегралы по всем φ в каждой точке x Я могу делать преобразование фурье и перейти от φx к φk То есть у меня будут все частоты, соответственно И я буду вычислять преобразование фурье Функциональный интеграл Но по полям не в точках x, а в точках k Вот При этом, когда я делаю... Да Там в первой формуле m квадрат и х квадрат Да, правильно Так, и верно, вот еще раз Это вот то же самое, что делаем преобразование фурье и обрезаем спектр Вот смотрите, у вас решетка какая-то конечная, да? Вот У вас чисел x, ну вот точек x, конечное число, да? Вы, например, делаете дискретное преобразование фурье А у вас гармоник k будет тоже конечное число Ну, можно так на это смотреть Вот И у вас гармоники k будут, ну вот, будет максимальная гармоника Отвечающая минимальному расстоянию между точками x Ага, то есть мы, грубо говоря, обрезаем максимальную гармонику Нет, понятно, что в идее это значит обрезаем... Минимальное расстояние Расстояние, да Да Мы этот уровень энергии тоже обрезаем по факту Да, по факту Но еще раз говорю, мотивация за этим такая Что всегда существует фундаментальный масштаб Типа, я не знаю, планковская длина у вас есть Соответственно, если вы ее пересчитаете в терминах там Частоты, это будет планковская частота Ну вот, то есть больше у вас не будет По крайней мере, если и будет То там теория будет совершенно другая И там будет некое физическое обрезание То есть вот такая вот за этим стоит как бы физическая идея Вот Значит, итак Это вот то же самое, что написать Фи К Модуль К меньше Ля Так, лучше вот так написать Фи К А вот тут модуль К меньше Ля Вот То есть если тут было произведение по всем Х То тут у нас произведение по всем К И К у нас как-то ограничено Вот То есть этот масштаб у нас есть Да, теперь Теперь Что мы можем сделать Например, если у нас Наша теория, на самом деле Ну вот наши физические вещи, которые мы меряем Они у нас на масштабах существенно меньше, чем лямбда Вот Поэтому Если мы будем интегрировать Ну какую-то функцию грина искать То там будут петлевые интегралы И эти петлевые интегралы будут по большим К Существенно больше наших масштабов От наших масштабов до лямбда вот этого большого И вот неплохо бы Какую бы мы функцию не считали Мы все равно по ним будем интегрировать Вот если по ним сразу отинтегрировать Вот И как-то эффективно вот это все записать Вот И потом интегрировать только по тем, как, которые на порядке наших масштабов. Вот такая вот идея. Давайте ее сейчас будем реализовывать. Для этого мы можем сказать, что давайте наше поле φ разобьем на два. Я вот так напишу φ плюс φ с крышкой. По-моему, это… Это лямбда. Она то же самое лямбда, что в прошлой формуле? В смысле в прошлой… Вот это? Да, 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 это одно и то же. Вот я просто расшифровываю, что такое дофи лямбда. Так, хорошо. А лямбда мы узнаем какое-то число? Лямбда мы, в принципе, знаем в том смысле, что, ну, хотите, можете сказать, что это планковская частота. Вот. То есть это нечто очень-очень большое. Оно мне на самом деле будет не нужно, в конце концов, когда мы все сделаем. Но пока вот оно нужно. Вот. Если раньше, когда вы вычисляли интегралы петлевые, это, собственно, бесконечность. Или там большое обрезание, да. Вот. Значит, итак, вот введем, разобьем наше поле фи на два. Где вот это вот фи такое, это фи на тета функция. b лямбда больше k, а вот такое, это фи на тета функция k лямбда, где b меньше единицы больше 0. Вот. То есть что мы сделали? Мы говорим, вот смотрите, вот здесь все частоты от нуля, грубо говоря, до лямбда. Вот мы разобьем его на две. Вот здесь будут частоты до b лямбда. Вот. А вот здесь частоты в полосе от b лямбда до лямбда. b у нас некое число меньше единицы. Хорошо. И теперь возьмем и проинтегрируем по вот этой самой полосе. То есть по всем полям фи вот это произведение, да, это разобьется на произведение двух интегралов. Ну, двух, значит, интегралов по вот этому фи и по вот этому, так? И по вот этому фи мы интеграл возьмем. Таким образом мы по всем вот высокочастотным гармоникам проинтегрируем. Вот. То есть я вот тут напишу, что вот это равно, равно интеграл d фи такое, d фи. Да? Вот. Хорошо. Теперь, чтобы проинтегрировать, я, соответственно, вот здесь должен вот эти поля, ну или вот эти уже, также представить как сумму вот это фи, я раскладываю на фи такое плюс фи такое. И у меня получается некое выражение для Гринжана, которое я буду интегрировать. Вот. Вот. Значит, получается у меня L от фи, значит, L от фи. Это. Так. Вот то, что осталось, это фи такое. Плюс. Плюс. L1. L1. От фи. Это. Значит, ну вот тут остается вторая. L1. В квадрате. Плюс. Так. Лучше даже не так. Вот тут я, вот эту я вытащу. Плюс одна вторая. Для фи в квадрате. А L1 будет все остальное. Просто мне их нужно по отдельности. Вот. Значит, все остальное. Значит, что будет остальное? Вот это мы уже взяли. Значит, вот тут будет одна вторая. М фи со шляпой в квадрате. Значит, одна вторая. М фи со шляпой в квадрате. Плюс лямбду на четыре. И со шляпой в четвертой. Плюс четыре. И со шляпой в квадрате. Фи. Плюс четыре. Фи со шляпой в квадрате. С шляпой в квадрате. Вот. И вроде бы все. Вот. Значит, смотрите. Что я здесь не написал? То есть я вот в этом Лаганджане подставил место фи вот такое. Фи плюс вот такое. Раскрыл его. Сюда взял все, что зависело от фи такой же формы. А сюда все остальное. Единственное, что я не взял. На самом деле, это вот такие вещи две. Вот такие две вещи. Остались. Это м в квадрате фи на фи. И значит, и безумных. И дмюфи дмюфи. Вот такую я не взял. Значит, почему я их не взял? Вот. Потому что их вклад будет равен нулю, поскольку ну, они мы когда будем интегрировать пока вот 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 эта штука имеет носитель то есть она живет тогда когда к вот это значит больше меньше бы лямбда а вот это живет когда к больше бы лямбда. Поэтому их их ну их вклад равен нулю мы все равно что мы делаем? А все остальные я вот написал. нет а вот каосит кубина на варке и и на варке кубе тоже угодно? Нет хорошо сейчас продемонстрирую как умирать будут вот смотрите значит у нас стоит вот такой интеграл у нас стоит вот такой интеграл d там dx вот значит хорошо теперь что нужно чтобы его взять вот это они в точках x определены соответственно я могу их написать как это фурье от в точке к да вот то есть если мое фи вот это значит в точке x это dk значит ну пропорционально я веса писать не буду е в степени и k x минус и kx на фи к фи к то тогда я вот это сюда подставлю и сюда подставлю соответственно такая же будет для фи x вот я их туда подставляю и беру интеграл по x от экспонент интеграл по x от экспонент дают мне следующее он будет пропорционален дельта функции вот этот интеграл соответственно пропорционален дельта функции от k1 плюс k2 где k1 это k вот этого k2 k вот этого ну и здесь так же с какими-то там коэффициентами И интегралами по k Но эта функция никогда работать Дельта не будет Поскольку они разные То есть k1 плюс k2 не может быть равно 0 Вот, поэтому Вот этих членов не будет Но, когда у нас вот такой член Например, fi-fi в кубе Там у нас в одной точке Уже будет, грубо говоря Плюс k3 Ну вот как только у нас Несколько этих слагаемых Ну их вообще говорят 4 везде А плюс k4 Вот, а как только мы берем Уже несколько из них То их сумма может быть равна 0 Просто если 1 отсюда 1 отсюда, она никогда не будет равна 0 А если, скажем, 1 отсюда И 2 отсюда, то сумма этих двух Вполне может сюда вылезти Понимаете? И тогда они сложатся в 0 Поэтому вот эти члены, когда их больше чем 2 Они работают, а когда их 2, они не работают Хорошо Итого Значит, мы берем, интегрируем Вот таким образом То есть Наш Исходный интеграл Будет равен Дэфи Ну, тут я могу написать Б лямбда Потому что Это, собственно, оно и есть Вот Значит, е в степени минус Монножить Помножить Дэфи 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 Вот Переписал 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 Теперь Вот видите, да Здесь Это обычный Интеграл Точно такой же, как он был раньше Только поле другое То есть Частоты Здесь входят меньше Вот А вот это все Это интеграл по полосе Причем Я могу Вот этот интеграл Переписать следующим образом Я вот этот кусок оставлю А или один разложу По теории возмущений В ряд Вот И тогда Я вот отдельно Скобочку тут напишу Я вот это только буду переписывать дальше Пока Значит, это будет равно Интеграл Дэфи Е в степени Вот Помножить Помножить На единицу Это я В ряд раскладываю Минус Соответственно Интеграл Дэфи Л1 Плюс Ну там не знаю Одна вторая Интеграл Дэфи Дэфи Игрик Л1 Ну там От х Напишу Л1 От y Плюс И так далее Вот То есть я вот так все раскладываю в ряд Раскладываю в ряд После чего я смотрю Ну вот смотрите Это Свободное поле Да Свободное безмассовое поле Это его Лагранжиан Вот Для него я знаю пропагатор Это единица там на k в квадрате Да Единица на p в квадрате Вот А это некие члены со взаимодействием И я могу Каждый из них просто сосчитать Вот скажем L1 L1 например В нем стоит Ну много разных вот полей В частности Вот там стоит например Какая нибудь вот такая вот Фи квадрат Фи со шляпой в квадрате Да Вот здесь Вот Фи квадрат Это внешнее поле Которое у нас стоит вот здесь Мы по нему еще не интегрировали Вот И это внешнее поле Мы его и оставим Вот А фи со шляпой в квадрате Это поле По которым мы интегрируем Соответственно Мы вот эти два поля Спарим друг с другом Вот Пропагатором Который У нас вот здесь есть Свободным Вот И Сочетаем некий интеграл Он у нас сходится Потому что У нас все поля Вот эти вот Фи со шляпой Определены в полосе Там нет ни Маленьких полей Ни больших То есть это просто Некий интеграл Пропорциональный Вот В длине полосы Вот И у нас получится Некое число Которое будет стоять При фи Вот таком в квадрате Вот И я так сделаю В каждом из вот этих Членов этого ряда В итоге У меня получится Что Вот это вот выражение Вот это Которое зависит только От полей Фи Ну вот такое Фи Будет помножаться На некий ряд Начинающийся единицы И вот такой Длинный-длинный В котором опять-таки Есть только поля Вот такие Фи По этим я по всем Проинтегрировал Значит И Все они И все они С кем-то коэффициентами Которые идут Из вот этих интегралов По полям Фи с крышкой С помощью Вот пропагатора Обычного единицы На к в квадрате Вот Вот такой ряд Я этот ряд Снова соберу В экспоненту И добавлю Вот сюда Вот к этому Лагранжану Л0 От фи Так Вот В итоге Я получаю Что Я получаю Что Мой Исходный Производящий Функционал Так Где Поля Менялись До лямбда Большого Некого Числа Да Он Равен Значит Ну Значит Новому Производящему Функционалу По полям Которые 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 Меняются До Б Лямбда Б У нас Значит От нуля до единицы То есть У них меньше Максимальный импульс Вот От кого-то нового Нового Лагранжана Ну или действия Да Таким образом Я просто сказал Что моё действие Исходное Вот Когда поля До лямбда Меняются Максимальная частота Лямбда Вот Оно Эквивалентно Другому Лагранжану Другому Действию Но Поля Меняются До Б Лямбда Вот Таким образом Вот эти два действия На самом деле Старое действие Исходное моё Вот с этими С этим Лагранжаном Ну с исходным Лагранжаном И новое действие В котором Вообще говоря Ну Есть все возможные Операторы С какими-то коэффициентами Которые я вот так получил Проинтегрировав по полосе Они эквивалентны То есть это одно и то же действие Вот у меня знак равенства стоит Но написаны Через разной степени свободы Вот Так Это понятно Или нет Я сейчас дальше пойду С этим Еще раз У вас есть Мотивация по-моему Не ясна Мотивация не ясна Чуть-чуть Подождите Это Мотивация следующая Вот смотрите Я сделал Из своего Лагранжана Исходного В котором было Ну всего-то там Три члена Массовые Есть лямбда И кинетический Некий новый Лагранжан В котором вообще Горят бесконечное число Членов Вот Мотивация следующая Что мы хотим показать Мы хотим показать Что вот Если у нас На каком-нибудь масштабе Вот этом лямбда На большом Есть вообще Горяне Лагранжан В котором есть Любые Любые Возможные операторы Из полей Ну вот просто любые Любое число Производных Любое число полей Вот такой вот Лагранжан Общего вида И при нем При каждом Соответственно Какие-то коэффициенты Ну порядка единицы Вот То Делая вот такую вот Процедуру Какую я только что Сейчас объяснял Выделяя поля Интегрируя по полосе И оставляя поля Только с маленькими Гармониками Мы рано или поздно Дойдем До Энергии Порядка вот наших Энергий Там гэвов Тэвов Да И При этом Будут меняться коэффициенты При всех этих Операторах Так Ну как я только что Объяснил Когда мы интегрируем по полосе За счет вот интеграла По вот Полям из полосы Коэффициент при Других Оставшихся полях Он меняется Это будет какой-то вот коэффициент Вот Коэффициенты соответственно При всех этих вот операторах Будут меняться И когда мы придем На низкую энергию Мы увидим Что при некоторых Операторах Коэффициенты растут При некоторых Коэффициенты падают В частности Значит Они Будут падать При всех операторах Ну у которых Размерность больше чем 4 И это Является мотивацией Для того Чтобы писать Все наши Лагранжианы Размерности Ну не больше чем 4 Вот И это Результат перенормировки И можно чуть подробнее Да В смысле что это Откуда так делось Такая порта Что Ну вот я это И буду сейчас делать Собственно Я покажу Что при такой размерности Все коэффициенты умрут И поэтому Имеет смысл Я еще раз говорю Рассматривать Лагранжианы Только вот Размерности до 4 Ну в нашем До пространства До D Вот я специально Д тут пишу Сегодня То Если На масштабе Лямбда То есть На масштабе Большом Нашего обрезания Масштаб планка Там я не знаю При этом Операторе Был коэффициент Порядка единицы То За счет Перенормировок На масштабе Нашем Порядка Гф Тевов Он при нем Будет Подавлен Степенью Ну грубо говоря Нашего масштаба На масштаб планка Вот Что-нибудь Типа там Единицы Вот поэтому Для наших масштабов Ты и должен Брать Только те Которые Ну Да правильно А мы говорим Что Вот А мы хотим Лагранжианы Общего вида То есть У нас некая Естественность В уме Что Вот мы написали Произвольный Лагранжиан Вообще Произвольный Случайно Накидали Там Все коэффициенты При всех Операторах Порядка Единиц Вот И у нас Получилось Что Когда мы Отинтегрируем По всем Высоким Энергиям Вот так Вот по полосам То у нас Вымирают Все Операторы Высшей Размерности Вот Это Некий ответ На вопрос Почему Лагранжаны Такие Вот Так 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 Хорошо Так Итого Как только мы Все это сделали Вот у нас Получился Некий Эффективный Лагранжа Вот Я его и напишу Вот Значит Вот так Сейчас Я его напишу И И Член общего Вида Вот Значит В исходном Лагранжане У нас был Только Дэфи С единиц С одной Второй М Квадрат С одной Второй И фи В четвертой С лямбда Да Когда мы По полосам Поинтегрировали По полосе Проинтегрировали У нас Получились какие-то Добавки Добавка к этому Члену Добавка к массе Добавка к константисвязи И куча разных Членов Вот Ну При них был Ноль Добавка Дельт С Соответственно И к ним Какая-то Добавка Вот То есть Это член общего Вида Там Сколько-то М Производных На Н Полей Ну Так Схематично Они как-то Там По Мю Свернуты Друг с Другом Но Это Неважно Вот Вот Такой Вот Большой Лагернджан Получился Который Вообще Бесконечно Много Слагаем Дальше Можно Сделать С ним Что Чтобы Его Сравнивать С Исходным Мы Можем Перемасштабировать Перемасштабировать Частоты То есть Если Он Менялся До Б Лямбда То Если Я Введу К Как Б К Штрик То есть К Это Исходные Импульсы Моих Полей Да Понятно Так Вот 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 Эта Полосочка Хорошая Или Плохая Ее Не Видно Так Вот Где Видно Тут Видно Тут Понятно Нормально Нормально Ничего Ничего Нормально Я Понял Что Можно Хорошо Значит Так Вот Тут Было Чего Интеграл Д Д Д Д Д Вот Так Вот Это Вильсинский Подход Соответственно Значит Лагранжан Эффективный Который Получился Вот По Физкрышкой Да Ну вот Смотрите Еще раз Вот Наш Лагранжан Эффективный От Физкрышкой Вы Его Раскладывайте В ряд Да Когда Вы Интегрируете Вот У вас Тут Четыре Поля Физкрышкой Вы Все Проинтегрировали Это Ну Какая Там Вот Такая Вот Диаграмма Грубо говоря Да У вас Получилось Число Это Констант Это Просто Добавка К Лагранжан Но Она Нам Не Интересна Вот Тут Смотрим Значит Тут У нас Останется Одно Поле Фи Да То есть Тут Будет Какая Там Диаграмма Я Даже Не Знаю Вот Какая Такая Я Не Знаю Да Сейчас Ну Тут Останется Какой Коэффициент На Поле Фи Вот Тут Вот Тут Их Будет Два Поля Фи На Коэффициент Когда Мы 2 Фи От Интегрируем Вот Вот Так Ну Я Могу Взять Кой Нибудь Один И Про Интегрировать Явно Но Я Думаю Вы Это На Семинаре Сделайте Чтоб Сейчас Мне Время Не Тратить Я Вот Специально Написал Написал Вот Этот Вот Этот Я Просто Написал Коэффициент Явно Вот Ну В Записи Вот Поэтому Я Это Вам Скажем Так На Семинар Оставлю Найти Конкретно Вот Эти Коэффициенты Дельта М Дельта З И так Дальше Какой Ни один Найдете И дальше Будет Понятно Как все Остальные Считаются Вот Так Это Ну Понятно Хотя бы Немного Или Сделать Это Явно На Доске Ну Понятно Хорошо В итоге Вот Получился Такой Ряд С И что мы делаем Вот если мы Вот такую Так Я тут Начинал Писать Замену К Равно Б На К Штрих Вот Если мы Перейдем К Штрих То Если К У нас Б До Б Лямбда То К Штрих Будет Просто До Лямбда То есть Перемасштабируем Вот эти Самые Импульсы Так Чтобы У нас И вот Этот Вес Стал Таким Же Как он И был Исход Тогда Вот Эти Вот вещи Веса У нас Одинаковые И можем Сравнивать Вот эти Два Лагранжа Вот Таким Образом Если мы К Вот такую Замену Сделали То Эффективно Через Фурье Это все Равно Что мы Сделаем Замену Икс Икс Штрих На Б Вот Делаем Такую Замену Что Мы получим Что мы Получим Мы получим Из вот Этого Вот Лагранжана Мы получим Из вот Этого Вот Лагранжана Значит Пишу Равно Вот Это все Так У нас Значит Т Равно Вот Оно Равно Равно Штрих Икс Штрих На Б С С Минус Д Это Просто Соответственно Вот Отсюда Дальше А Д Фи В квадрате На Б В квадрате Должно быть В квадрате Правильно Плюс Плюс Фи В квадрате Тут ничего не будет То же самое При лямбе Ничьих лишних добавок Не будет А вот При этом Будет С М Д М Фи Н Тут Не видно Уже Да Так Вот Она Да Да Вот Там Чем Птира Есть Значит Плюс Дельта С М Дм Фи М Так И тут Нужно Б Степени М Написать Да Да Правильно Б Степени М Ну Из Производной Вот Хорошо Теперь Вот Это Я Переписываю Следующим Образом Интеграмм Б Б Б Дм Штрих Одна Вторая Дм Штрих Кв 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 так вот так вот дети штрихи и тут что и тут штрих это новые поля то есть я знаю что в моем исходном лагранжане он начинался вот так так и там стояла поле фи исходное соответственно а сейчас он у меня начинается вот неизвестно с чего я все вот это назову новым полем фи то есть я скажу что он болен фи штрих что фи штрих это фи фи на единица плюс дельта з на единица плюс дельта з 1 2 на б так к сожалению по техническим причинам конец ну вернее даже середина лекции предыдущий было не было записано поэтому я вкратце повторю что там было так как выключили свет и так вот мы брали производящий функционал для поля фи у которого были гармоники все до некого нашего большого обрезания лямбда вот и мы говорили что мы проинтегрируем по полям с гармониками в полосе то есть по импульсной оболочке вот в результате у нас останется функциональный интеграл но с полями вот фи которые определены до b лямбда то есть их импульсы меняются до b лямбда а b у нас значит меньше единиц вот и проинтегрировав по полям в полосе мы получаем некий эффективный лагранжан вот которые мы схематично написали вот так то есть у нас есть какие-то поправки ко всем возможным императором которые здесь только могут быть в частности поправки кинетическому члену есть поправка к массе к вот к лямбде который у нас было и вообще к члену общего вида вот cmn то есть он содержит m производных n полей вот и так мы можем делать много раз и таким образом убрать в константы перед операторами которые здесь появляются эффективно те быстрые поля которые мы заинтегрировали если наши наблюдаемые имеют характерный импульс p который много меньше чем лямбда вот это большой лямбда то тогда мы можем так делать до тех пор пока импульсы которые здесь не будут находиться не станут ну порядка или чуть больше этого п и тогда все поправки за счет быстрых петлевых импульсов у нас будут коэффициентах и мы можем соответственно считать конец процесс который на импульсе p определен или по исходному лагранжану но считает петлевые поправки вот который будут давать существенные вклады или по борновскому лагранжану но вот такому вот в котором уже есть много операторов которых эти вот существенные члены из петель учтены вот таким образом наш теория она имеет не просто некий лагранжан исходным данный а это некое целое семейство лагранжанов которые отличаются вот определением наших полей но вернее теме импульсами которых наши поля живут вот то есть пространстве всех лагранжанов наша теория отвечает некой линии вот но чтобы сравнивать исходы лагранжан и вот это лагранжан эффективный можно снова перемасштабировать поля следующим образом что если вот здесь здесь у нас поля импульсы менялись долянда а здесь у нас они уже меняются дубы лям соответственно если мы импульсы перемасштабируем то есть вот импульсы к они менялись дубы лям до соответственность мы скажем что к это bk штрих только штрих будет меняться до лямда и сделаем тут такие замены в координатном представлении это все равно что сделать обратное перемасштабирование соответственно x равняется x штрих на b вот и все переписать здесь через x штрих вот если мы это так сделаем то что у нас получится у нас получится что вот это равно интеграл dx штрих db д x штрих соответственно b в степени минус d на b в степени минус d вот тут производной соответственно b будет b в степени 2 потому что производная была по x станет по x штрих соответственно b в квадрате единица плюс d это z d штрих фи в квадрате так тут одна вторая да одна вторая вот здесь ничего не изменится как и здесь а вот здесь будет b в степени m да вот соответственно фи квадрат плюс 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 лямбда плюс дельта лямбда b в степени m а b в степени m д штрих степени m степени вот вот такой получился после перемасштабирования теперь мы его можем переписать снова заменив старые ну вот эти вот поля афина некий поля фи штрих таким образом чтобы кинетический член был таким же как в исходном лагранжане вот это будет 1 2 м штрих квадрате значит некая вот вот так теперь так как кинетический член такой же то и пропагатор будет такой же как в исходном лагранжане и вот эти все поля фиш поля фи штрих константы м штрих лямбда штрих и вообще вот констант общего вида вы можем выразить через исходные вот поля и константы соответственно то есть фи штрих это что фи штрих это что это все что вот здесь стоит это соответственно единиц плюс дельта z на фи и б в какой-то степени фи штрих то есть это единица плюс дельта z в одной второй потому что там два фи на б в степени 2 минус д пополам 2 минус д пополам вот это у нас фи штрих да хорошо соответственно так фи штрих на фи вот соответственно фи если мы напишем наоборот это будет фи штрих делить на вот это все так и б в степени д минус 2 пополам вот д минус 2 пополам отлично хорошо чтобы теперь найти все остальные константы я вместо фи подставляю фи штрих вот сюда 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 и нахожу константы что будет значит первое это масса м штрих в квадрате это м в квадрате плюс дельта м вот это стоит фи в квадрате то есть я вот на я вот на это должен по множке фи штрих убрать з б в степени д минус 2 пополам значит пополам и не будет потому что их там 2 д минус 2 вот и плюс еще вот тут минус д соответственно минус 2 вот лямбда штрих это лямбда плюс дельта лямбда в квадрате б вот это нам нужно помножить это будет 2 д минус 4 и еще одно д отнимем это будет д минус 4 вот и вот эта константа c штрих это c м ну у нас ее не было но она в принципе могла и быть для члена общего вида единицы плюс дельта z а в степени n пополам n пополам и б в степени соответственно значит это мы n раз должны взять ну я вот так напишу d mn минус d где d mn это d d минус 2 пополам мы помножаем на n помножаем на n вычитаем одно d ну собственно вот вычитаем одно d это вот оно не вычитаем и прибавляем m вот и прибавляем m вот это на самом деле размерность оператора вот этого в единицах массы вот в единицах массы то есть мы получаем что у нас c штрих после вот интегрирования по оболочке получается что это вот нечто на b в степени размерность оператора минус размерность пространства вот а хорошо то есть мы говорим что вот этот вот лагранжан на самом деле и исходный лагранжан они определены вот в одних и тех же значит масштабах на одних и тех же масштабах вот импульса после перемасштабирования и координаты то есть если мы рассмотрим пространство всех лагранжанов то вот исходный был некой точкой вот этот это некая другая точка и мы движемся в этом пространстве вот имеет имеет смысл смотреть но если мы говорим что лямбда очень велико вот то на лагранжаны вблизи стационарной точки свободной теории то есть вот смотрите свободной теории когда все вот эти константы равны нулю она и останется свободной поскольку все вот поправки типа дельта z дельта m и так далее дельта лямбда они пропорциональны константам связи вот в точке где константы связи все равны нулю соответственно они нулями останутся вот и мы живем в низкоэнергетической области где они близки к нулю вот там мы можем считать их малыми вот эти дельта z дельта m пропорциональными константам которые сами малы вот поэтому в окрестности свободной теории мы можем сказать что ну вот это значит вот м да это примерно равно вот этим мы всем пренебрежем м в квадрат на b минус 2 вот это примерно равно лямбда на b в степени d минус 4 ну а вот это это примерно равно соответственно cmn на d на b в степени dm минус d вот и если мы так много раз будем делать все вот высокие импульсы будем превращать в коэффициенты перед различными операторами то что в итоге получится получится что какие какие б у нас будут характерные они будут такие что б будет порядка соответственно нашего импульса делить на наше обрезание вот если по много-много меньше лямбда то мы видим что вот скажем ну вот вот этот оператор растет при интегрировании ну верни константа масса растет до при интегрировании по импульсной оболочке вот вот этот оператор он растет если вот эта константа лямбда она растет если д д соответственно меньше четырех и падает если д больше четырех а если д равно 4 то неизвестно что с ней происходит нужно вот эти считать поправки дельта лямбда дельта з вот ну и вообще произвольный оператор он как себя ведет если его размерность больше чем размерность пространства то он коэффициент при нем значит будет будет падать поскольку бы у нас до единицы меньше единицы а если его размерность меньше чем размерность пространства он будет расти вот поэтому например если мы берем какую-то фундаментальную теорию на масштабе вот лямбда и у нее все коэффициенты при всех операторах какие-то порядка единицы в единицах лямбда вот то при движении на нашу низкоэнергетическую область мы получим что операторы у которых размерности больше чем размер из пространства они коэффициенты при них эффективно вымирают вот поэтому такие операторы называются несущественными операторы для которых соответственно ну сейчас я напишу значит значит так если дмн значит больше д это несущественный оператор если дмн меньше д существенный ну и если дмн равно д то он называется маргинальный значит существенный несущественный по-английски relevant и relevant да ну и маргинальный маргинал вот если мы посмотрим сюда у нас пространство размерности 4 вот этот масса оператор он всегда существенный оператор типа фи в четвертой он в размерности д равно 4 маргинальный оператор то есть чтобы его посмотреть как меняется константа нужно считать эти поправки вот ну а здесь я уже говорил да что если дмн больше 4 больше 4 соответственно он несущественный меньше 4 существенный вот таким образом вот нашей теории соответствует не один какой-то лагранжан а целый такой такая линия в пространстве лагранжанов которая и движение по этой линии она определяется вот таким интегрированием по импульсной оболочке вот это преобразование от одного лагранжана к другому вот ну называется также преобразование маринорм групп вот так наверное на этом мы закончим тоже вот вот Продолжение следует...